Доброе утро, красотки! Ты хотела вместе со мной? Прикольно. Мы готовим сегодня блины. Все, блог у меня забрали. Вместе только с мамой и дочкой. А папа с нашей сестренкой Милой играет в моей комнате. Мы снимаем сегодня канал по яйцам. Мы приготовим блинчики по нашему проверенному рецепту, по которому мы готовим уже несколько лет. И можно сказать, блинчики у нас ПП, потому что... Знаешь, что такое ПП? Правильное питание. Это вот, знаешь, например, можно приготовить печеньки, там будут всякие ингредиенты такие, ну, более вредные. А можно приготовить печенье из более полезных ингредиентов, и можно сказать тогда, что печенье будет полезным. А будут блины, как обычные? Да, да, да. То есть у нас вместо, например, муки первого сорта такая безглютеновая... Безглютеновая смесь. Сейчас, Ев, подождите секунду, я рассказываю, что я использовать буду. Не знаю. Это безглютеновая универсальная смесь. Здесь амарантовая рисовая мука. Вместо сахара мы добавляем что его? Стивию. Стивию, да. И сервируем блинчики с ягодами свежими. Нам нужно, чтобы здесь на граммах было, знаешь, сколько молока? 375. Понятно. 375. Мы смешиваем миндальное молоко и овсяное молоко. Еще, еще. Три. Видишь уже? Три. Оп! Перелили немножко. Ничего. Ничего. Не, на самом деле это не страшно, просто можно чуть больше муки добавить. В конце готовки, кстати, поделюсь с вами, как, заказывая продукты в перекрестке, можно сильно экономить. Так что смотрите наш рецепт до конца, как и в целом весь влог до конца. Смотрите, конечно же. Мама боги, она все снимает и показывает нам в видео. Тебе нравится, что я все снимаю? Да. Тебя это не раздражает? Нет. Мне это нравится. Муки нам нужно с тобой 190 грамм. Муку мы добавляем частями, чтобы не образовалась помочка. Нужно, потому что я смешаю. Смешай, смешай. Густо. Нормально, нормально, она разойдется. Нет, потом не густо. Соль обязательно вообще для более такого полноценного вкуса. Все, все, все. Она очень сладкая, насыщенная, поэтому это вот все, что нам нужно из сахара, по сути. Ну все, сейчас я отправляю в миксер, и я тебя позову, когда будем печь блины. О, ты сердце-то фити свое спрятала. У нас Ева Муана. У меня еще костюм есть. Вот я не знаю, как у вас происходит с жаркой блинчиков, но когда мы с Денисом съехались, я познакомилась с такой системой, как жарка блинчиков в онлайн-формате, так сказать. То есть для каждого, пока жарятся блины на двух сковородках обязательно, пока вот свежий супергорячий блин, ты сразу отдаешь его человеку. Ну и следующему человеку, у нас уже три рта появилось за это время без меня. Получается, тот человек, который жарит, он не ест все это время, потому что ты не будешь успевать и есть, и отдавать, и все, все, все. В моей семье раньше мы делали по-другому. Мы делали стопочку, и потом эту стопочку все медленно ели. Но есть плюс, на самом деле, в том, чтобы жарить вот так вот онлайн. Во-первых, это быстрее, и даже если мы встали там, например, в 7 утра, перед садиком можно успеть взять блинчики. Хотя блинчики там занимают больше, конечно, времени, чем просто сурить гречку и яйца, например. Во-вторых, каждый блинчик, он реально прям супергорячий, и прям вот, ну, прям под тебя сделан. Я для себя еще плюс, знаете, какой выявил? Я все это время, пока жарю, я их не ем, да? И получается, когда уже все поели, вот эта суета ушла, прошла, все ушли из-за стола. Я заварила себе кофейничек, и потом ем свои 4-5 блинов. Я их стопочка кладу на сковородочку, чтобы они прогревались. Самые вкусные блинчики. Этот просто момент 9-20 времени понедельника. Мне кажется, это мое любимое время, потому что после выходных, которые у нас всегда очень кипишны, с двумя детьми выходные у нас это не выходные. Намного больше я отдыхаю в будние дни, когда я работаю. И когда дети устроены, ну, как бы более-менее есть понимание, когда ты выдыхаешь. Вот этот момент в понедельник, когда Ева уходит в садик, когда Мирочка спит свой первый сон. Это просто что-то. Но сегодня, к сожалению, у меня утро омрачилось головной болью, и это, знаете, вообще сейчас отдельная тема какая-то. Мне даже немножко страшновато, почему эти головные боли у меня учащаются. Я вообще никогда этим не страдала, и впервые у меня сильно заболела голова. Это прям была мигрень. То есть это ощущение, когда не просто голова болит, ты такое что-то фоново делаешь, вот как я сейчас, да, в целом могу себя поднять. Да, у меня немножко такие, знаете, вейки более тяжелые. Мне не хочется смотреть на свет. Ну, то есть все равно я могу записывать даже это видео, да. То есть это состояние такое, я бы сказала, 2,5 из 5 по шкале головной боли. Ну, вот первый раз у меня была мигрень, наверное, 4 года назад, когда прям меня тошнило, и там совершенно другие симптомы. Там просто ты не можешь пошевелиться, ты уходишь в какое-то темное пространство, тебе нужно зажимать виски. Это, ну, вот реально мигрень. И становится тебе легче, когда тебя вырвет. Сори за такое радужное начало, но это просто реально сейчас, что у меня происходит в жизни. И в чем суть? Для меня это было состояние абсолютно нетипичное. Я была уверена, что это что-то вот из ряда вон выходящее. Но потом периодически начало это приходить в мою жизнь где-то раз в год. То есть такая боль головная, именно мигрень. Потом раз в полгода. Потом в целом головные боли, не такие сильные, но просто головная боль, вот как сегодня, начали приходить ко мне реально вот чаще, то есть просто в обычной жизни. Мигрени не так часто, а вот просто головная боль часто. Я уже начала переживать, не что-то ли это реально серьезное. Знаете, так вот живешь, живешь с чем-то, тебе организм дает сигнал, и ты их как-то проживаешь, что-то анализируешь, но как бы не сильно всерьез обращаешь внимание. Если это какая-нибудь вообще опухоль или начало какого-то серьезного заболевания, короче, я начала переживать, записалась к неврологу. Так вот, на прошлой неделе, в тот день, когда у меня было запланировано две съемки, точнее, съемка двух практик для нового ретрита. И надо сказать, что мы очень ограничены здесь во времени, потому что я снимаю все на улице, все на природе, в интересных красивых локациях, в городе Екатеринбурга. И мы ограничены почему? Потому что осень, как бы у нас заканчивается, точнее, лето заканчивается. Осень теплая у нас длится недолго. И вот в эти единственные теплые деньки, когда хотя бы плюс 18, 19, 20, я успеваю сейчас снимать эти практики. Было очень обидно, когда в тот день, когда запланирована была поездка в очень красивое место, на Тальков камень у нас здесь, в пригороде Екатеринбурга, мы договорились с видеографами, договорились с собой, продумала все практики, расписала и так далее. Я просто просыпаюсь с дикой головной болью, намного сильнее, чем сейчас. То есть я вообще, я бы не могла даже накраситься, это абсолютно другое состояние. Я просто сразу понимаю, что я отменяю. Это невозможно. Это состояние абсолютно тошнотное. Ты не можешь ни есть, ни пить. Было очень обидно, но я отменила. И как вы думаете, сегодня что я делаю? Что у меня запланировано сегодня в понедельник? Конечно же, съемка тех самых двух практик. И все эти дни у меня голова не болела. Именно сегодня она опять болит, но не так. Не так. И я считаю, что она у меня пройдет, она у меня разойдется. Сейчас я схожу погулять, очень помогает мне прогулка, мне помогает кофе. Но с давлением у меня все в порядке. То есть, казалось бы, кофе повышает немножко давление, должно, да? Я думала, что может быть в этом дело, может у меня понижается давление. Нет. Я каждый раз меряю давление, у меня вообще идеальное давление. Короче, я пока буду разгадывать эту загадку, не знаю, что конкретно, в чем причина. Мне именно хочется причину понять, потому что выпить таблетку я всегда могу, но не хочется это решать вот так. Типа, да, давайте сейчас симптомы мы заглушим, заглушим. А организм как бы кричит уже о том, что ему что-то не нравится. Сегодня мы будем снимать практики в очень интересном месте. На самом деле, недалеко от центра города. Но в таком необычном месте, я вам все покажу обязательно, это зеркальный дом на воде. Тебя не видят все, что внутри происходит, а ты видишь всех. И это очень красиво. И самое прикольное, что там большая терраса, на которой мы поместимся с видеографами, чтобы снять практики. И я думаю, что будет вид очень красивый, потому что там водичка, это водохранилище у нас в центре города. Чисто здравствуйте. И что мы соединим? Я соединяю съемку там сегодня в красивом месте. И затем туда приглашаю Дениса. У нас же с ним есть фишечка. Я вам, по-моему, здесь еще не рассказывала об этом. Мы с января этого года практикуем такую штуку, как каждый день час друг для друга. Ой, хочется об этом прям отдельно рассказать, что это такое, поделиться. Давайте я сейчас выйду на улицу, как раз буду гулять. Я закончила свой легкий макияж. Губы я не буду красить или накрасить. Давайте я блеском накрашу. А потом уже перед съемкой практик накрашу карандашом. Я взяла с собой какао, вышла на улицу. Посмотрите, как мы мычимся с крышечкой в стаканчик. Я хотела вам рассказать про наш час с Денисом. Что это за нововведение такое прекрасное. Может быть, кому-то даже откликнется, кто-то заберет это в свою жизнь. Короче, с января 2024 года у нас с Денисом появился час друг для друга каждый день. Мы просто в какой-то момент на самом деле поняли, что да, у нас есть семейное время. Да, мы очень много на самом деле времени проводим с нашими детьми. И в целом вместе с семьей у нас нет такой проблемы, что мы там только работаем, приходим домой, не видим друг друга. И все, пока. Да, спать и дальше новый день. Такого нет. Но и при этом в наше семейное время мы скорее играем роли родителей и таких менеджеров по дому, я бы сказала. То есть вот у нас бытовые дела, бытовые вопросы, и мы родители. Да, эти роли мы играем прекрасно. Но такие роли, как муж-жена, то есть друг другу, именно быть партнерами, активными участниками в жизни друг друга, это очень мало времени. То есть у нас были какие-то там спонтанные свидания или что-то такое. Но, знаете, оно все как бы не системно. И нет такого, что это, ну, прямо у нас традиция какая-то, определенное время есть. И в какой-то момент мы такие задались вопросом, а почему? Ну, то есть почему там, не знаю, встречи с друзьями, да, вот мы на это время выделяем. А время с семьей выделяем. А именно время точно так же друг для друга, друг на друга, так мы переходим на дорогу. Этого нет, такого постоянного. И вот таким образом в нашей жизни появился этот час, который реально изменил очень многое. И я прям так рада. Хотя первое время, честно сказать, я думала, так, это еще на час меньше там работать. Это получается, когда вообще все там успевать. Но по факту, во времени, что остается на работу, хватает прекрасно. Но как супер итог мы получаем то, что отношения, конечно же, становятся крепче, лучше. У нас просто появляется время на поговорить. Время куда-то сходить, что-то сделать. А не просто запланировать. А, да, когда-то мы это сделаем. Ну, никогда ты в итоге это не сделаешь, потому что времени вот такого выделенного на это нет. Я бы хотела куда-нибудь поставить камеру, чтобы не держать ее на вытянутой руке и поболтать с вами. У нас есть прям четкое понимание, что когда мы делаем в каждый такой час понедельника, вторника, среды, четверга, пятницы. То есть у нас прям по тематике разделены эти дни. И это очень прикольно. Например, в какой-то день мы занимаемся планированием. То есть весь этот час посвящен планированием ближайших неделей, месяца, в целом там каких-то дел по теме планирования семейных вопросов наших. С Денисом там тоже куда-то походов. То есть мы как бы смотрим на наш календарь, такие оп, садимся, их состыковываем друг с другом, планируем там какие-то семейные поездки. Если мы быстро управляемся, то есть там буквально 15 минут на это уходит, иногда, иногда нет. В остальное время мы просто идем гулять, разговариваем и так далее. Есть у нас один день, где мы выделяем 2 часа на наше время. И тогда мы можем запланировать не просто что-то ненадолго, потому что на час ты в целом сможешь где-то рядом быть с домом, потому что потом нам надо забирать Еву. То есть это такой, знаете, час не из середины дня тебя выдергивает, а это час перед тем, как забирать Еву. То есть как раз такой мостик, знаете, с рабочего настроения на уже семейный лад. Но прикольно, что у нас есть именно время, когда мы друг с другом. Потому что иногда даже какие-то спорные моменты, конфликты, я не знаю, их нельзя разрешить при детях, например. Ну то есть это будет сложно, либо поверхностно. И у тебя есть реально отдельное время, чтобы поделиться там чувствами, эмоциями, рассказать о том, что у тебя внутри. Не торопясь никуда. Это классно. Так вот, в один из дней у нас есть два часа, и в эти два часа мы придумываем какую-то прям вылазку. То есть не просто свидание около дома где-то, а прям можно что-то спланировать. Например, мы уже таким образом ездили на сапах катались, ходили в караоке на два часа. Ну то есть там получается в эти два часа, конечно, закладывается еще и дорога. Поэтому, по сути, ты там, на месте, на локации где-нибудь там час-пятнадцать проводишь время, и еще дорога. Так как мы живем не в Москве, у нас дорога не два часа в одну сторону, а примерно там, блин, 10-15 минут, и ты уже хоть где, по сути, где тебе только надо. И вот в такие прикольные дни ты можешь действительно что-то бронировать такое более, ну дальнее, да. Там на квест ходить, вот мы с Денисом ходили на квест. То есть сам квест длится час, и плюс еще дорога. Это так офигенно! Что еще важно здесь сказать, мы меняемся очередностью друг друга, кто что придумывает. То есть неделя моя, неделя Дениса, неделя моя, неделя Дениса. И эта неделя моя. И на этой неделе я как раз забронировала вот этот зеркальный дом. Все, к чему я говорю, блин, это так долго. И убила двух зайцев, получается, там мы и снимем две практики, и туда я пригласила Дениса. Но пока он еще не знает, что сегодня у нас особенное свидание. Потому что, ну блин, этот зеркальный дом, его нужно бронировать на сутки. То есть как бы жалко его бронировать на два часа. Ну, камон, что это вообще такое? 15 тысяч в сутки стоит эта штука. И жалко им просто воспользоваться, блин, час и уехать домой. Поэтому сегодня я попросила у моей мамы, обычно я такого не делаю, сегодня попросила у мамы встретить Еву из садика. Получается, чтобы мы вернулись домой с Денисом в 8 с копейками. То есть чтобы у нас в этом зеркальном доме было там 4 часа, по сути. Это прям прикольно. Денис об этом еще не знает. У нас обычно всегда вечера, это как раз вот наши такие семейные. Мы всегда забираем Еву либо вместе с Денисом, либо он один, либо я одна. И мы там с Мирочкой еще гуляем. То есть это вот наш стабильный классический вечер. С 6 часов начинается наше семейное время для детей. А сегодня немножко по-другому. Пойду домой прогонять практики. Точнее пойду в офис. Те практики, которые мы сегодня снимаем. Я уже в офисе. Сижу на коврике, конечно же, потому что буду сейчас прогонять две практики. Буду прогонять их в таком ускоренном темпе. У меня есть, получается, заметки, где я расписала практику. Но вот я вам сюда сейчас вставлю. Это выглядит, как записки сумасшедшего немножко. Но, главное, я все понимаю. Если во время съемки я собьюсь или там что-то произойдет, кто-то на фоне пройдет, мы ставим там стоп, я могу туда подглядеть, и у меня это как план. Надо будет пообедать, но не сильно плотно, чтобы при съемке практик у меня все это не вышло обратно. Ну что, я готова к съемкам. В эту сумку поместилась будто вся моя жизнь, потому что здесь не только нужно то, что для съемки, да, конкретно пригодится там типа микрофонов, но и то, что понадобится нам с Денисом, например, потому что мы уже там останемся на несколько часов. То есть ноутбук, возможно, понадобится, планеры, ручки всякие, вдруг мы что-то будем там играть, одежда, в которую мне потом переодеться, не буду же я вот так вот все время. Хотя очень красивая форма, конечно. В ней я буду сниматься. Такая зелененькая. Здесь у меня тоже зеленый топ. Что главное, скорее всего, я не замерзну, хотя сегодня 17 градусов, и мы будем на воде, значит, там будет более ветрено. Но надеюсь, я буду себя разогревать изнутри. И посмотрите, какой у меня классный в цвет коврик сегодня. И еще и в цвет моего маникюра. Вызываю такси и выезжаю. Значит, мы нашли локацию, где будем снимать. Ребята у нас через стену друг от друга. Один ракурс, второй ракурс, у нас южный полюс, северный полюс в тенечке. Вот такой вид владелостных красивый. Екатеринбург. Тут немножко порт. Денисушка паркуется, меня еще не видел. Не знает еще куда приехал, зачем. Я ему отправила только адрес. А мы сейчас все сняли. Я ему все покажу. Опа, она сама паркуется. Дедушка в шоке сейчас будет. Что происходит? Халло, малё. Когда увидишь ты меня? Халло, малё. Ой, привет. Ты не видишь меня, да? Нет. Ты не видишь сюда, с пульта парковался? Не видел, да, фонтовался, да? А нет, там вот так русского еще. Перед дедушкой. Дедушка в шоке был. Нет, там места было мало. В первых, кстати, понадобилось. Да? Не, я уже выезжал как-то, а тут еще заехал. Как думаешь, куда мы идем? В отель? Какой отель? Ну, ты мне дал адрес отеля. Ну, нет, мы не в отель. Так, ну точно не сапы. Ну, ты понял, что рядом с водичкой, да? Что-то с водой, да, связанная? Ну, отчасти. Будем на крыше сидеть? Нет. Снимать твою юго-практику, продолжать. У меня ждут операторы. Да, да, да. Не, они только что уехали. Полезли на ту трубу? Нет. Я с такой прыгал с веренками. Будь возможность, ты всегда говоришь о том, где ты, откуда ты прыгал. Я отовсюду прыгал, со всех труб. Ну, это внутри этого здания? Нет. За этим зданием. На природе это будет? Угу. И не холодно будет? Нет. То есть мы на улице будем? Нет, да и нет. Какой-нибудь техничок, наверное, на улице? Чай там будет? Да. Чай там будет. Знаешь, какой-то столик будет накрытый? Уходим, чьё? Почти. Идем к Патрику. Патрик. Патрик, что ты здесь делаешь? Патрик. Проходи вперёд. Это наша штука, да? Да. Это какая-то баня, да? Нет. Это наш зеркальный домик. Зеркальный? Да. Пойдём на террасу сначала. Может, где-то бред это? А, подожди. Он снаружи. Мы всё видим, а нас никто не видит. О, прикольно. Я вон видел, наверное, на крыше, которая... Да? А, купол. Да-да-да. Внутри какая терраса, да? Там есть купол, а есть просто домик, типа. А теперь хочешь новость дня? Ты здесь снимала? Да, вон коврик. О, так ты знал. Нам не нужно к шести домой торопиться. Почему? Потому что я устроила нам супердолгое свидание. Типа, сегодня мама заберёт? К восьми тридцати можно домой. А мама заберёт? Да. И здесь будет закат сегодня, мы поймаем закат, котик. Да вы слышите, какая я молодец. Молодец. Пойдём внутрь тем. Покажу, что тут есть. Вот получается проектор. Любой пахнет. Да, вот пахнет странно. Притом открыто вот это окно, значит, проветривается. Жарко есть? Да. Я не знаю. Потому что нагревается всё. Туалет внутри какой. Можно принимать душ вот так вот. Видишь? Типа, душ с зерканами? Да. Сзади вот эти лодочки мне так нравятся. Они мне так напоминают какую-то, знаешь, Грецию. О, внутри. Блин, так прикольно, конечно. Это вообще вот чувство, реально. И мы вроде и очень любим проводить с семьёй. Понятное дело, что для нас это уже такая суперприятная рутина. Каждый день встречать там Еву, проводить вечера вместе. Но когда ты можешь этого не делать один раз, а пробыть вместе, ещё и в таком прекрасном месте, это кайф. У меня голова, кстати, до сих пор болит. Но несмотря на это, я радуюсь. Заваривают дриппик. Мы, конечно, на ночь полностью не воспользуемся, получается. 15 тысяч стоит сутки. Мы воспользуемся здесь четырьмя часами. Нет, шестью часами, получается. Мы же с двух здесь снимали практику. И до восьми. Но ничего, я считаю, стоит того сто процентов. Потому что с нашими сейчас обстоятельствами мы по-другому просто не можем. У нас сегодня полнолуние, оказывается. Может, у меня поэтому голова болит? Не знаю. Очень красивая. Она очень большая. Камера не передает. Хотя, слушай, какая-то... О, кратеры видны! Господи! Ты посмотри! Обалдеть! Мира! Мира, где мама? Ку-ку! Ку-ку! Ты мое чудо! Это у меня тебе маленький подарочек. Там каблук Ева, ты видишь? Это для твоих выступлений, для твоих танцевальных всяких номеров. И ноги все в синяках такая. Ева просто мечтала о туфликах на каблуках. Еще с луной такой. Класс! Я думала, что это просто туфли. На самом деле, это каблуки. Подходят? Очень круто. Теперь я пать покажу. Пусть папа обомлеет. Слышишь, как ты стучишь? Нет! Смотри, на мой путь. Кабуки еще вот, заколочек. Тебе для танцевых песни? Что заколочек? Кошечка замолозит. Не-а. Смотри, на мой путь. Сидит на месте, тикают часики, спят люди. На половину ночи спят кошки у ночи. Все спят, кроме семьи одной. Это Ева, Мила, папа Денис и мама Саша. А они пока в жизнь отходили. Ух ты! И они дома. Устали дискотеку. Дискотеку веку, дискотеку веку. Сиди-сиди-ни-ни. Лёхна-парабада. Ты видишь, что происходит? Да, сюда музыка. А, как всего у вас тут? Хотите ли я бы меня снял? Ну, нам вот такой нравится. Если ты хочешь, можешь поменять? Вау. А где твои единицы, чтобы не... А что Мира мокрая вся? А, съела сливы, помоешь? Можешь садить? Можешь садить? Мне кажется, что он знает про камеру. Что ты сказал? Мне кажется, что он знает про камеру. Что ты сказал? Ты все равно знаешь? Что ты сказал? Удалю, я с ним удалю! Каждый день идет. Каждый день. the same дело in the same time. For him and for me. Снимаю зрение. Все. Это на ногах какая-то мышка. Не сшиби, пожалуйста. Мира, мне нужно называть Пукиш. Кого? Мира. Видно меня? Да. Зубки твои видно. А покажи я так что-то. А, ужас тут. Какие большие. Мира. 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 Мира.